Приветствую! С вами Таня Шахбандер. Наши четверговые ключи к жизни. Сегодня распаковываем очередную очень интересную тему. Будем говорить сегодня о ясности. Казалось бы, такая простая тема, но она не простая. Она влияет абсолютно на все наши сферы жизни и вообще в принципе влияет на нашу жизнь, на качество жизни. Так как мы подбираем сейчас с вами ключи к жизни, сегодня я считаю очень важно поговорить именно об этом. Что такое ясность? Когда я говорю о ясности, я говорю о вот этом ясном светлом состоянии сознания, в котором у нас все четко и понятно. Мы знаем, что нам делать, как это делать, наши цели. Все очень чисто, прозрачно. И есть люди, у которых, конечно же, эти вопросы даже не возникают. Есть люди, у которых это все легко происходит само собой. Вот поставьте единичку, если вы такой человек, у которого нет проблем с ясностью, нет проблем с целями, нет проблем с достижением цели. Если у вас это абсолютно легко получается, я буду невероятно за вас рада, потому что это действительно дар. Потому что некоторые люди рождаются с таким уже умением, знаете, не отвлекаться на всякий ментальный шум, без сомнений, без всяких вот этих вот, а вдруг, а если там. А вот есть четкое понимание, чего ты хочешь, четкое понимание, как этого достичь. И, собственно, вот такой, знаете, чистый прямой путь. Я вам скажу, что такие люди могут быть, или достаточно такого простого, это не значит, что примитивно, это не значит, что в негативе. Ну, просто есть такой, знаете, очень простой человек. Вот у него всё просто, всё понятно, вот, может быть, не знаю, где-нибудь на природе живёт. Он знает, что ему надо утром встать, там, подавить корову, пойти там, сено накосить, всё. И вот, знаете, такие люди, они, ну, идут таким божественным путём. Даже наоборот, чем больше интеллекта, тем у нас больше получается знаний, мыслей. А сейчас мы просто в этом потоке бесконечном, информационном. Столько всего вышло. И, с одной стороны, мы как этот шведский стол, буфет такой, да, мы имеем огромный выбор, мы можем всё, что угодно в этом мире узнать для себя, любую информацию достать. А с другой стороны, это, конечно, вводит нас в определённое состояние хаоса. Очень много идей. Это часто идей противоречит друг другу. Ну и поставьте двоечку, если вы такой же человек, как и я, а именно человеку, у которого нет этой стопроцентной ясности, и всё время есть какие-то внутренние сомнения, какие-то переживания, правильно, неправильно, тем ли я путём иду, а это ли моя истинная цель. Вот знаете, вот такое, знаете, какое-то не совсем интересное состояние. И вот я думаю, что вот двоечка, да и пять. Это, с одной стороны, люди ищущие, это люди с огромным потенциалом, это люди вот такие, знаете, творческие, это люди, у которых может быть огромная какая-то миссия в этом мире. А с другой стороны, чтобы к этой миссии прийти, приходится проходить через какие-то постоянные душевные муки, постоянные какие-то переживания. Я говорила о двух типах людей, у которых нет таких проблем, надо ещё про единичку возвращаемся. Это вот как раз первое, я говорю, это очень простые люди, вот очень простые. Они знают, что вот у них жизнь такая простая, им надо пойти наколоть дров или, ну или даже нет, ну это может быть какой-то специалист более такой высокий. Человек знает, что он там, например, стоматолог, он идёт, он обучается, он принимает пациентов, там нет никакого вот этого, знаете, вот этого переживания, какого-то мучения, там всё очень просто и понятно. Вот простой, понятный путь. Вот я знаю, что я этого хочу, я знаю, что мне это надо, что это хорошо, у меня это получается, я приношу, ну то есть человек даже не задумывается о этом, он просто это делает. Второй тип людей, это люди невероятного масштаба, это люди очень, ну они занимают, скажем так, элиту, верхушку этого мира. Я сейчас не говорю об элите формальной, которую мы знаем. Я говорю о людях, которые держат этот мир, то есть которые реально обладают властью, мы можем даже не знать их имён. Это люди, которые живут на очень высоком уровне, ну скажем так, на верхушке пирамиды человечества. И что же отличает этих людей на этой верхушке человечества, на этой пирамиде? Вот таких людей отличает ясность, абсолютная ясность. То есть и те люди, которые на таком простом уровне, у них отвечает ясность. Но скажем так, у людей, которые повыше, у них и амбиции повыше, то есть у них аппетиты побольше, скажем так. То есть и у тех, и у других людей абсолютная ясность, чего они хотят от жизни и абсолютная ясность, как это получить. Остальные много-много процентов людей это люди, которые до сих пор этой ясности не получили до конца. И вот эта вот неясность, она имеет свой определённый термин, называется это термин энтропия. Энтропия — это вообще-то физический термин из физики, вот из науки физика, то есть это не какой-то не духовный там термин. Если вам будет интересно, вы можете посмотреть, в Ютубе, я уверена, найдёте много информации именно, что такое энтропия с физической точки зрения. Но энтропия, скажем так, то, что ближе к нам, то, что нас больше интересует, это мера хаоса, это мера беспорядка, и это одновременно, заметьте, мера потери энергии. То есть этот хаос, это одновременная мера потери энергии, это физическое определение термина энтропии. Что такое энтропия? Ну, энтропия, если там вы будете смотреть, вы увидите, что это вот когда горячий чай, то есть что горячее передаёт тепло холодному, никогда не наоборот. Ладно, это будет слишком сейчас, не будем вдаваться в физику, проще. Энтропия — это мера хаоса, это мера разрушения и мера потери энергии. И энтропия — это закон Вселенной, по которому всё разрушается. То есть человек не молодеет, он только от своего рождения идёт к своей смерти. Он взрослеет, но постепенно вот эти процессы генерации с каждым годом включаются-включаются, и постепенно разрушение таки берёт вверх над нашим человеческим телом, и человек стареет и умирает. Точно так же ветшают предметы физические, ну то есть всё стремится к разрушению. То есть это один из законов Вселенной, один из законов физики — это потеря энергии, это разрушение. И оно же является определением меры хаоса, меры беспорядка. И когда мы говорим о нашем внутреннем состоянии ясности или энтропии, это вот, соответственно, насколько у нас внутри больше или разрушения, или созидания. И вот, к сожалению, получается так, что разрушение — это естественный процесс, то есть это то, к чему прилагать усилия не надо. То же самое беспорядок, когда у нас много с вами на предыдущих эфирах говорили об эстетике, о красоте, о порядке, да, вот окружающее пространство. Видите, я вам даже полочку почистила, чтобы... Вот давайте еще так поставлю, и лампа вам не будет слишком вот так вот. Вот. Теперь еще лучше. Вот. Чтобы вокруг меня, вокруг головы было меньше каких-то отвлекающих маневров, ну уже блокнотики, ладно, пока я не поменяла интерьер, будет так. Так вот. Заметьте, что беспорядок в доме создается каким-то образом волшебным саппом. это мы делаем, но он сам создается. Для этого не надо прилагать никаких усилий. Просто вот взял там, моя дочка взяла конфету, фантик положила, и я вот должна ходить и прилагать усилия, чтобы порядок сохранять. То есть я должна пойти и сказать, дочка, у нас для мусора есть мусорник. И она тогда уже там не хотя ворча на меня или открыто сопротивляясь, но все равно идет, берет этот фантик и относит к мусорник. То есть порядок создавать стоит усилий, а беспорядок создается сам. Точно так же и разрушение происходит самостоятельно, а созидание требует усилий, требует нашего сознательного решения выбора и воли для того, чтобы это совершать, понимаете? И когда мы говорим о ясности в плане жизни, то чем больше у нас ясности, чем больше у нас порядка в голове, в теле, тем больше в нас жизни, тем больше в нас энергии, потому что помним энтропия, это потеря энергии, тем больше у нас сил и возможностей в жизни. Снова-таки, миром правят те, у кого очень высокий уровень ясности и минимальный уровень энтропии. И наоборот, чем больше у нас проблем в жизни, тем больше, соответственно, у нас энтропии внутреннего хаоса, внутреннего беспорядка или внутреннего разрушения, если мы говорим о физическом значении слова энтропия. Еще к определению, что это такое, это мера неопределенности, случайности и беспорядка. Беспорядок мы уже проговорили, это еще и мера неопределенности и случайности. Мы с вами говорили тоже на предыдущих эфирах о том, что мир — это сплошная какая-то неожиданность и случайность. Нам все время хочется зацепиться за какую-то определенность, зацепиться, то есть построить какую-то опору. А все время происходит что-то, что выбивает нас из этой опоры, выбивает нас из этого состояния определенности. Вот когда-то мы в Советском Союзе жили, и вот я уверена, что многие их бабушки или мамы говорят, вот же ж было хорошо. Почему было хорошо, по их мнению? Потому что было понятно, и пусть это была иллюзия, но это иллюзия, в которую люди поверили. Иллюзия порядка, иллюзия стабильности и определённости. То есть вот у нас пятилетка в три года, вот у нас такой план, и очень жёсткая тоталитарная система, которая следит за придержанием этого плана. Именно поэтому некоторые люди до сих пор, старшего поколения, сидят в этой иллюзии, что тогда было хорошо, потому что тогда они жили в иллюзии ясности. Им казалось, что всё понятно, и вот жизнь понятна, что делать понятно. Вот тебе нужно родиться, вот тебе нужно учиться, вот тебе нужно пойти работать, завести семью, ячейку общества, воспитать детей. То есть как-то всё вот так было по полочкам и не размышляли. То есть обычно распределение, вот ты учился, тебя распределяют на работу, на завод или в школу преподавать, чему ты учился, там тебя распределяли. И вот эта ясность, она заманчива для нас, потому что она даёт нам ощущение спокойствия, умиротворения. Мы при этом не теряем энергию, соответственно. Но времена меняются, иллюзия, мыльный пузырь, этот распался, и мы столкнулись с реальностью жизни. Реальность такова, что энтропия — это закон Вселенной, по которой всё постоянно разрушается, всё постоянно стремится к хаосу и к уничтожению, к ветшанию. Потому что если бы этого закона не существовало, то никто бы не умирал, тогда было бы перенаселение. То есть разрушение — это непопъемлемая часть жизни. Но я повторюсь, печалька в том, что разрушение происходит само, а удерживать жизнь, удерживать состояние ясности и удерживать энергию стоит прилагать усилий. И вспоминаем снова такие Алисы из «Трани чудес», которая говорила вот эту мудрую очень фразу о том, что для того, чтобы просто удержаться на месте, нужно идти или бежать, кто помнит это дословно. А если хочешь продвинуться вперёд, то надо ещё больше. Что вот такая у нас история, какая-то немного печальная. Но, с другой стороны, почему это не печально? Потому что вот у таких у нас людей, у которых нет вот этой полной ясности в голове и в душе, это мы такие ищущие люди, ищущие своё место, ищущие свою истину. Именно такие люди меняют этот мир, делают его живым, настоящим, потому что мы постоянно находимся в процессе. То есть у нас есть вот эта внутренняя какая-то, вот эта неуспокоенность, она же является нашим моторчиком. Вот согласитесь, поставьте плюсики, если согласны, что вот эта вот наша же энтропия, которая вот этот наш хаос, он же нас и стимулирует, мотивирует, вдохновляет для того, чтобы мы не останавливались, а продолжали двигаться, 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 что-то делать, что-то искать. То есть вот эта вот неутомимость какая-то. То есть в стабильности есть тоже определённое какое-то замирание. То есть разрушение, хотя оно и приводит к смерти, но одновременно оно является и двигателем жизни, согласитесь. То есть вот это вот какой-то такой мотор получается жизненный. Но тем не менее, хоть у энтропии есть для нас какой-то позитивный момент, с этим нужно работать, потому что чем больше энтропия, тем больше проблем. Вот мы видим, к чему это приводит в мировых масштабах. А в масштабах нашей жизни это, конечно, и наше внутреннее беспокойство, от которого начинает рушиться наша сфера жизни. И поэтому наша, конечно же, задача — работать с тем, чтобы повышать уровень ясности в нашем поле. Когда я говорю «в нашем поле», я имею в виду и наше ментальное поле, и наше душевное поле, и ясность, чистота нашего тела. Раньше думала, что жизнь всё специально делает, эти преграды сейчас для меня для развития. Да, иногда вот устаёшь так и хочешь, что «Боже, ну сколько можно? Ну сколько можно так колбаситься? Ну почему всё так сложно? Ну неужели нельзя сделать так, чтобы всё было легко, чтобы всё было понятно, чтобы нам выдали вот эту инструкцию к жизни, чтобы делай вот так, и будет тебе счастье, и чтобы не было этому сопротивления, потому что, ну по сути, инструкция к жизни есть. Вот здесь астрология, и чем больше я её изучаю, тем больше понимаю, что там реально есть ответы на все вопросы. Там есть всё, что тебе нужно делать, чтобы энергия была, чтобы силы были, выносливость, чтобы внутреннее спокойствие было, как питаться нужно, как учиться нужно. В общем, всё, там все ответы на вопросы, но вот почему психология всё равно нужна, потому что знать, как надо, и делать это, это тоже тяжело, потому что мы, да, вот вижу, соглашайтесь, да. Отчего у нас ещё этот уровень энтропии? От того, что мы загружены огромным количеством разных программ. И давайте всё-таки не будем снова-таки взваливать всё на наше детство и на родителей. Да, там эти все программы кто-то нам в ухо сказал, и мы в них поверили, но мы с ними пришли. То есть эти программы — это вот такая побочная история нашего выживания, да, то есть когда мы выживаем, что-то нам помогает выживать, сохраняет эту жизнь, что-то нам мешает сохранять эту жизнь. И я уже объясняла, как зарождаются программы, да, мы с вами уже потом говорили, сейчас напомню в двух словах, что когда что-то в жизни или привело к боли, к сильной, или к смерти, это отпечатывается в ДНК, именно от физической точки зрения в ДНК отпечатывается как программа к действию, то есть определённая модель поведения, которую или нельзя делать, или наоборот надо делать. То есть то, что нам помогло отпечатываться как «делай так» и «не делай никак иначе», а то, что привело к каким-то негативным последствиям, соответственно, «не делай ни в коем случае». Но проблема в том, что когда это произошло один раз, то это не факт, что в другой ситуации это точно так же сработает, а у нас это как программа, как рельсы, по которым мы начинаем ехать. И понятно, что у физического момента есть всегда ещё и тонкая духовная составляющая, а именно мы начинаем ехать по этим рельсам своего поведения, своего мышления и, соответственно, получать проблемы в нашей жизни. Поэтому вот когда я сейчас, например, молюсь, я перефразировала «отче наш» для себя, вот сделала такое, чтобы это мне затрагивало все струнки души, то я говорю там, я прошу Творца освободить меня от всех программ, то есть от всех программ, чтобы только Божественная воля проявлялась через меня, потому что любая программа — это рельсы, любая программа. Но есть всегда Божественный потоп Божественной воли, в котором мы всё сделаем идеально в каждый момент времени. И когда мы отдаёмся вот этой воле, тогда мы и приходим к этой ясности. Но это уже немного забегая наперёд, давайте вернёмся ещё раз. К началу, к тому, что ясность — это то, благодаря чему мы получаем внутреннее спокойствие. Ясность теряется из-за энтропии, из-за хаоса. И это в данном случае, когда мы говорим о психологии или о нашем ментальном здоровье, это в первую очередь идёт от программ, от того, что у нас слишком много программ. У нас часто эти программы противоречивые, вот эти наши психологические точки зрения, субличности наши внутренние, у нас очень много разных каких-то субличностей. Они часто между собой конфликтуют, ну, грубо говоря, я чего-то хочу, но я этого боюсь одновременно. Это значит, какая-то наша субличность этого хочет, это какой-то незакрытый гештальт, какое-то желание, которое мы хотим реализовать. И есть вторая наша субличность, которая этого боится, потому что помнит в каком-то там воплощении или у каких-то предков, это моё желание привело к каким-то проблемам. И вот этот внутренний конфликт — это тоже определённое проявление энтропии, то есть у нашего внутреннего хаоса. И, соответственно, помним, что вот эта энтропия в голове, этот хаос, этот беспорядок, эти конфликты внутренние, они приводят к нашему внутреннему эмоциональному беспорядку. То есть мы начинаем чувствовать разные там или страх, или гнев, или смятение, или тревогу, депрессию. То есть что-то мы начинаем вот тут эмоционально чувствовать. Соответственно, эмоции — это гормоны. Гормональная наша система начинает вырабатывать какие-то гормоны стресса, когда мы чувствуем вот эти все негативные штуки. И эти гормоны стресса, соответственно, начинают делать какой-то вред наш. Ну как вред? Это не вред, но наше тело начинает от этого страдать и болеть. Вот такая у нас последовательность. Сначала в ментальном поле у нас появляется беспорядок, это энтропия, хаос, потом переходит в эмоциональное и переходит в телесное. И, соответственно, когда мы наводим порядок, мы можем снова-таки наводить порядок на любом уровне, мы наводим вот эту ясность, чистоту, и в этой ясности, чистоте мы начинаем идти своим истинным путём, и, соответственно, всё, что нужно, оно получается само. Я вот не знаю, кто мои сторис фоловит, кто смотрел вчера сторис, я такое предисловие сделала, но это не было спланированным, скажем так, у меня всё в потоке такое происходит. И я просто сфотографировала фразочку, в спортзале я хожу, в спортзал, в спортзале там такая доска, и каждый раз какая-то мотивашка там что-то пишет. Вчера была такая смешная, ну как смешная, с чувством юмора, мотивашка, что дорога к успеху всегда under construction, ну всегда в процессе ремонта, да, что не бывает лёгкого пути к успеху. Я вот такой опрос сделала, как вы считаете, это правда? Путь к успеху — это тяжело? Или всё-таки успех — это результат состояния счастья? И большинство, кстати, мне было очень приятно узнать, что вы так думаете, большинство проголосовало за то, что результат счастья, да, то есть что успех — это результат нашего внутреннего состояния счастья, и когда мы следуем своему пути. Были те, конечно, кто и отметил, что тяжёлым трудом только можно успеха достичь. Но я такая хитрая потом привела к тому, что я вот искренне считаю, что успех приходит как результат счастья, когда мы находимся просто в этом состоянии кайфа потока, когда мы раскрываем свой потенциал, делимся своими талантами. Мы не думаем, что мы делимся талантами, а просто вот мы в этом кайфе, нам что-то хочется делать, мы это делаем. И вдруг это оказывается очень нужно, полезно людям. Это не обязательно там изготовление, знаете, с тонками чего-то, а иногда это вот сейчас уже менее материальным становится мир, мы начинаем ценить энергию, ценить хорошее настроение. Ну, хотя с древности людям нужно было что? Хлеба и зрелищ, да? То есть всегда людям нужно, чтобы их накормили, и чтобы их развлекли, чтобы шоу какое-то было. То есть, когда мы в кайфе находимся, и когда мы в этом потоке, в удовольствии делаем то, что нам нравится, то, что мы любим, обожаем, вот именно тогда на эту энергию к нам привлекаются возможности, деньги, клиенты, всё, что нам нужно, потому что к нам привлекалось, или там работа наёмная, кому это нравится. Но чтобы войти вот в это состояние кайфа, в это состояние потока, вот и нужна вот эта ясность, а чтобы эту ясность получить, как раз это то, с чего мы начали сегодня. Это, конечно, огромный, огромный душевный труд, и не зря классик говорил о том, что душа должна трудиться и день и ночь, и день и ночь. Потому что вспомним, почему день и ночь душа должна трудиться, потому что закон энтропии гласит, что всё стремится к разрушению, и разрушается само, а чтобы оно не разрушалось, нужно постоянно трудиться, чтобы поддерживать, поддерживать эту ясность в голове, в душе, и, соответственно, в теле. И, конечно, правильно начинать с головы, в первую очередь, потому что с хвоста начинаем, и всё равно будем больше прилагать усилий, чем когда мы разберёмся в своих идеях, разберёмся в своих программах, разложим всё по полочкам, и тогда сразу оно автоматически внутренне успокаивает, кто со мной работал, вы знаете прекрасно, вот поставьте три плюсика, кто работал со мной и ощутил вот это состояние ясности, ощущал состояние спокойствия, гармонии, что настроение улучшается, правда? Вот вы замечали, мы просто с вами поговорили, но после того, как мы поговорили, вдруг у вас появляется хорошее настроение, вот это то, как раз о чем говорю, многие клиенты как раз говорят, спасибо за плюсики, три плюсика, что, Таня, вот как будто, причём разные люди, незнакомые друг с другом, говорят одну и ту же метафору, как будто что-то было спутанное какое-то, и вот мы это всё размотали, эту путаницу, какой-то клубочек смотали, и вот всё по полочкам разложили, вот такие метафоры мне вы говорите, после нашей сессии. Вот так, потому что работает, когда вот тут навели порядок, оно автоматически меняет наше состояние эмоциональное, а эмоциональное состояние автоматически меняет состояние физического тела, потому что, ну, сейчас уже это уже не какой-то там, знаете, не только психологи об этом говорят, об этом говорят врачи, которые занимаются физическим здоровьем, вот я когда пришла к своему врачу со своими проблемами, лишним весом, первое, что она мне спросила, какие у меня факторы стресса, да, то есть сейчас это уже всем хорошо, прекрасно известно, что именно стресс приводит к набору веса, стресс приводит к нарушениям работы внутренних органов, секреции и так далее. Вот поэтому, да, начинать нужно в первую очередь с головы, поэтому это мой поток, это мой талант, да, это то, что я обожаю просто делать, это помогать другим наводить ясность, и, соответственно, я иду к своему психологу, своему коучу, и с ними навожу свою ясность. Я, то есть, сама как инструмент, да, как скрипка, на которой играет, конечно, я к своему мастеру иду для того, чтобы эту скрипку делать мастеровой, быть профессиональным этим инструментом, помощи вам. К чему я говорю? К тому, что мало того, что ясность сама с собой не наступает, это результат некой внутренней работы, а энтропия сама по себе, да, то есть хаос, беспорядок в квартире наступает сам, а убирать нужно усилия прилагать. Но кроме того, так как беспорядок наступает сам, а усилия должен кто-то приложить, то есть кто-то должен это сделать. И также в нашей ситуации с ясностью в голове нам нужен кто-то, кто нам поможет эту ясность навести. Я вам сейчас напомню, ничего нового не сообщу, вот просто буду вам постоянно напоминать важные вещи, ну, самопомощи, но всё-таки хочу сказать, что достаточно сложно самостоятельно наводить ясность. Можно, но сложнее намного и намного легче это делать с другим человеком, с человеком, у которого эта ясность, ну, чуть-чуть больше, скажем так. Энтропия — это не какое-то стабильное понятие. Энтропия может измеряться процентами. Если мы возьмём как ноль, как отсутствие энтропии, полная ясность, полная божественная чистота сознания, полная безмятежность, блаженство в чувствах, то 100 будет — это полный хаос, полная тьма, полное непонимание вообще ничего, ну, сумасшествие такое настоящее. То все мы где-то вот в этом промежутке находимся. И я повторюсь, что у кого значение стремится к нулю, это люди, которые держат этот мир в своих руках. Это люди, может, кто не специально, это какие-то масоны, которые там управляют этим миром, но это люди, у которых такое качество жизни, о котором они всегда мечтали. Ну, может, они даже не мечтали, у них просто очень высокое качество жизни. Каждый по-своему представляет высокое качество жизни, поэтому я не буду уточнять там яхты, пароходы. То есть чем ближе к нулю энтропия, тем выше качество жизни, чем ближе к 100, тем хуже качество жизни. Ну, грубо говоря, если вы сумасшедший, то вас держат в смирительной рубашке, в этой больнице. Там, ну, в общем, я не знаю, какие тут в Америке. Я один раз посетила это заведение в Украине. Это печально, ну, как тюрьма, честно говоря. Не сильно там радостно, и вокруг эти все вопли. В общем, вы понимаете, качество жизни минусовое совершенно. И вот у нас у всех есть определенная градация, да, вот где мы находимся. И вот, например, если у человека уровень энтропии 20, ну, это достаточно чистое сознание, согласитесь такое. Вот. И есть человек, у которого 50. Тоже неплохо, но вот уже там много этого каких-то там. То, конечно же, человек, у которого уровень энтропии 20, он будет очень хорошим проводником для человека с состоянием ясности ума, ну, точнее, энтропии на 50. И самый интересный момент, что, ну, вот тут немного, ну, уже идёт метафизический, да, из квантовой физики момент, который обычная физика, ну, не знаю, может, и объясняет, я физику не совсем изучаю, о том, что просто находясь в поле человека, у нас выравнивается уровень энтропии. Выравнивается. Если вы снова-таки посмотрите ролики по Ютубу, что такое энтропия, то если берут два контейнера, они соединены между собой, но отделены перегородкой. И в одном контейнере будут, например, какие-то частицы, ну, горячие, да, например, второй контейнер холодные. И если открыть перегородку, то они перемешаются, то есть в этом контейнере равномерно распределится тепло, грубо говоря. То есть тепло перейдёт в холод, ну, и оно равномерно распределится, и всё становится средним арифметическим. То есть получается что? Когда мы общаемся с кем-то, помните, мы уже потом говорили с другого ракурса, да, что мы становимся частично этим человеком, ну, и тот человек частично становится нами. То есть мы, есть средний арифметический текст, с кем мы общаемся, да, помним, это уже давно мы об этом говорили, миллион раз, да, то есть с кем поведёшься, от того и наберёшься, да, вот эта вот вся история. Почему происходит? Потому что просто находясь в поле, даже не обязательно общаться, даже не обязательно, даже там куча сессий, там, или ещё что-то, просто общаясь с человеком, мы с ним переплетаемся. И если можно там по-разному говорить, что у нас вкусы становятся похожи, там, меняется там, ну, много что может меняться, но мы сегодня говорим о ясности сознания или о противоположности ясности энтропии, да, как хаос, как разрушение, то вот именно общение человека с низким уровнем энтропии, с высоким уровнем энтропии, ну, или там с низким уровнем ясности, с высоким уровнем ясности, эти люди становятся чем-то средним, да, то есть у них объединяется вот такое поле, и перетекает ясность, грубо говоря, человеку, у которого этой ясности поменьше. И поэтому, то есть, во-первых, вывод номер один. Важно общаться с людьми, у которых более ясное сознание, более низкий уровень энтропии, более высокий уровень ясности. То есть просто общаясь с этим человеком, даже просто слушая его, просто находясь в его поле, у нас автоматически начинает структурироваться сознание. Кстати, недавно у меня был эфир Skate Spirit, кто смотрел? Ставьте троечку, кто смотрел эфир с наставником-документом Kate Spirit. Спасибо за сердечки. И вот у неё невероятная просто чистота сознания. Я не могу оценивать и не могу сказать, какой уровень процентов, но однозначно, побывав просто в её поле, очень круто структурироваться сознание, очень прямо такая чистота. Вот вижу, Олечка, ставишь троечку, смотрел этот эфир. Я не знаю, отследила ты или нет, кто смотрел, отследили вы или нет, что у Kate такое чистое сознание, ну, может, не нулевое энтропия, но очень чистое сознание, что вот после неё какая-то раз и ясность становится. Вот я там побывала ещё на её каких-то групповых уже закрытых эфирах, и после этого реально такое состояние, такое внутреннее спокойствие, такая чистота Олм, знаете. И вдруг появляется очень много энергии, и я в этой энергии могла переделать столько дел, которые я там целый год прокрастинировала, просто не могла себя никак не убедить, не сесть, вот не было вот этой ясности, чтобы сесть, что-то сделать. А после общения с ней эта ясность просто такая звучащая, что идёшь и очень много делаешь, да. Почему? Вспоминаем, в начале эфира я говорила, что уровень энтропии равен уровень потери энергии. То есть чем больше у нас хаос в голове, тем больше мы теряем свою энергию. И наоборот, чем выше ясность, тем больше у нас энергии. У нас есть силы, физические силы, психические, эмоциональные силы для того, чтобы делать то, что нам нужно в жизни. Представляете? Возвращаемся к нашим выводам, что закон энтропии такой, что мы перемешиваемся, грубо говоря. Человек, общаясь с другим человеком, если у них были разные уровни энтропии, они выравниваются, становятся одного уровня. И поэтому номер один рекомендация — это общаться с людьми, у которых пояснее сознание. Поэтому я же говорю, поэтому я всегда работаю со своим коучем, своим психологом. И у них определённый уровень чистоты сознания, который мне нужен, чтобы об них тоже поисцеляться, поочищать свои ментальные все эти шумы и прийти к своей ясности. Второй вывод — это я уже назвала. Второй вывод — человек, об которого лечится, он должен сам себя поднимать. Ну то есть, грубо говоря, вот был высокий уровень ясности, вот пришёл клиент с низким уровнем ясности, вот к концу сессии мы выровнялись. И поэтому человек, промогающий профессии, должен пойти потом к своему учителю, вот клиент ушёл, пришёл учитель с таким уровнем ясности, да, и обучителя снова-таки повысить свой уровень ясности. Потому что, напомню, энтропия — это естественный процесс, происходит сам, разрушение самого, хаос сам в голове наступает, а сохранение чистоты — это ежедневная работа. Ну вот, грубо говоря, как мы не можем не чистить зубы каждый день несколько раз, ну там два раза, ну кто как там, кто после каждой еды. То есть мы не можем не чистить зубы, ну хотя бы раз в день, да, потому что если мы не чистим, то, естественно, происходит там налёт и вся история-то. И поэтому мы каждый, ну то есть или тело мы должны мыть, мы не можем не принимать душ, потому что в процессе жизнедеятельности мы потеем, на нас липнет грязь, эти токсины выводятся из тела. Если мы не будем мыться, мы будем неприятно пахнуть и неприятно себя чувствовать, да, то есть мы должны мыться постоянно, точно так же и с нашим ментальным полем, точно так же с нашими эмоциями, мыслями, ясностью нашей. Надо каждый день работать с терапией, иначе происходит вот такой процесс затягивания. И повторюсь, что можно сделать кое-что, мы уже дождём сейчас, я напомню, повторюсь, не ничего нового, напомню, что нам помогает сохранять ясное сознание. Кстати, вот что я буду вам напоминать, это вы, давайте, уже много слушайте мои эфиры и сами развивайтесь в других источниках тоже, поэтому давайте так, давайте брейнштормим. Пишите, пожалуйста, в комментариях, кто в записи смотрит, тоже пишите в комментариях ваши способы и ваши идеи, как можно сохранять и повышать ясность сознания или понижать энтропию. Какие способы наведения ясности в голове вы знаете? Ну, один я вам уже назвала, это пойти к специалисту, коучу, ну, к Тане Шахбандер, кому ещё. Боже, я вам завидую, вот честно. Ну, у меня хорошие коучи, ничего не могу сказать, конечно. Но я тоже такой классный коуч, вот я думаю, вот я хочу такого коуча, как я. Прям мечтаю о том, чтобы у меня был мой. Потому что, когда я консультирую, вот у меня наступает абсолютная ясность, потому что ясность, вот, кстати, момент, который я себе записала сюда в заметке, но вам ещё не сказала, да. Ясность зависит от фокуса внимания. То есть, когда мы сфокусированы, тогда наступает ясность. Хаос — это когда мы расфокусированы, вот это, знаете, вот сейчас этот синдром нехватки внимания, да, то есть человек не может сфокусироваться. И вот наоборот, когда мы сфокусируемся, это ясность. Вот, и я когда консультирую, у меня такой… Ну, это реально мой талант, да, я прямо, у меня весь фокус на человека. Он что-то рассказывает, я всё, я вхожу в его поле, вхожу в его вот этот вот рассказ и слушаю, и у меня так начинают эти пазлики все выстраиваться. В общем, я же говорю, я такой классный кодич, что сама бы к себе пошла. Сам себя не похвалишь. Гляну, что я ещё не успела вам сказать про фокус. Вот это очень важный момент, потому что именно фокус внимания, кстати, это вам подсказочка, что ещё поможет наводить ясность в голове, когда мы знаем, что фокус является причиной ясности. Ясность, ну, то есть всё, что вокруг происходит, вот мы в прошлые эфиры с вами говорили, да, об окружении, об окружающем пространстве, что всё, что происходит, оно всё, ну, вносит какую-то информацию, да, и о том, что любой предмет, он, ну, из чем больше каких-то отвлекающих предметов, ну, тем больше информации, грубо говоря, и тем больше хаоса. Вот это вот наше внимание разбивается, вот то, что Мария мне на эфире сказала, что у меня там было такое яркое, сейчас кусочек такой маленький оставила, вот эти лампы, да, такая яркая отвлекает, тут отвлекает, всё отвлекает, отвлекает, и уже, ну, как будто хаос начинается. Чем чище интерьер, чем чище окружение, тем получается больше ясности. Но, если мы оставим чисто голые стены, просто, знаете, всё белое такое, то это тоже уже похоже на смерть, согласитесь. Нулевая ясность — это уже какое-то, знаете, высшее просветление, вот это ом, вот это вот квантовое поле, белый-жемчужный свет, который в медициациях мы смотрим, да, это вот, это уже не жизнь, скажем так. Мы же в сансаре находимся, сансаре — это жизнь, это вот это всё колбасня. Просветление — это вот эта вот всё пустота, да, нирвана. Вот, так вот, у нас нет задачи полную нирвану создать в нашей повседневной жизни, да, то есть всё сделать никаким, мы всё равно что-то оставляем. Просто вот мы с Марией и Микеной как раз говорили о том, чтобы то, что оставалось в вашем поле зрения, это было то, что вас вдохновляет, это то, что вот эту энергию жизни включает, да, вот этот моторчик, да, и благодаря чему мы движемся. Но я об этом тоже вначале говорила, немножко в другом контексте. Так, об этом мы сказали тоже. Вот, ясность, а также о фокусе, умение концентрироваться, а также выбирать, куда мы направляем своё внимание. И это тоже важно, потому что жизнь, она разная. И всегда у нас есть и гармония в жизни, и дисгармония. И, грубо говоря, мы можем идти и увидеть, вот кто-то там кучку за собачкой не убрал, да, и рядом растёт цветок. И мы можем заострить своё внимание, зацепиться за кучку, да, и, соответственно, будут вызывать у нас неприятные чувства, неприятные мысли, какое-то осуждение, вот что хозяин этой собаки не убрал за собой, та-та-та. А можем перевести свой фокус внимания на цветок и структурироваться об цветок, потому что всё, что мы видим, оно нас структурирует. Мы уже об этом говорили на прошлых эфирах, да, и вот мы можем структурировать себя о цветок. Это о фокусе внимания, и второй момент — это о том, куда мы направляем своё внимание. Ну и вот этот момент мы уже проговорили ещё с эмоциями, я вам уже говорили, просто сейчас ещё раз такой акцент на этом сделаем, потому что, грубо говоря, вот эти позитивные эмоции, то есть то, что мы хорошее чувство, да, то, что мы расцениваем как хорошее настроение, то, что мы в эмоциональной шкале, кто был на моих курсах, тот помнит эту шкалу, да, есть у нас нижний этаж, это подземный, да, это те негативные эмоции, которые мы испытываем, там тоже есть градация хуже-хуже-хуже, и есть верхний этаж — это позитивные эмоции, которые мы испытываем там лучше-лучше-лучше, да, И вот все позитивные эмоции — это степень ясности. С этого экватора начиная. Экватор, помним, это две эмоции. Нижний экватор — это гордыня, сравнение себя с другими. Неважно, в лучшую или в худшую сторону, это всё равно уже нас тянет вниз. И второй этот верхний экватор — это у нас смелость. Когда у нас эта смелость, всё, поехали, она нас поднимает выше. И, соответственно, вот эта смелость — это уже степень ясности. Высокая, и чем выше, тем дальше. Самая высокая — это просветлённое, это блаженство, любовь, принятие, игра, энтузиазм. Вот эти все высокие эмоции — это всё очень высокий уровень ясности. То есть мы не можем в ясности испытывать негативные эмоции. Это несовместимые вещи. Или наоборот, мы не можем, когда мы испытываем негативные эмоции, у нас не может быть ясности. Потому что, помним, по шкале она ещё иногда как воронка изображается. Чем хуже эмоция, ниже по шкале, тем меньше энергии и уже сознание. То есть и энергия, и сознание вот так прямо склопываются у нас в такую, знаете, рурочку. И мы в этой рурочке, как в шорох, вообще не видим ничего, невозможности, энергии нет, ничего нет. Поэтому да, если вы ловите себя на каких-то негативных эмоциях, соответственно, привет, энтропия. И, соответственно, когда мы работаем со своей энтропией, у нас повышается настроение, и мы выходим в положительные эмоции. Так, теперь читаю ваши предположения, что мы можем сделать для того, чтобы приводить себя в высокоэмоциональное состояние. Но самое главное, эмоции же говорю, эмоции всегда это следствие наших программ ментальных, вот нашего ума, состояния ума. Поэтому ясность в первую очередь относится к уму, это в первую очередь о ясности сознания. Мне очень нравятся ваши варианты, что может помогать приходить к ясности. Вот, кстати, пишет journaling, это записывание, да-да-да-да, да-да-да. В первую очередь это бесплатный психолог, ваш блокнотик и ручка. И у меня тоже есть бесплатный, кроме платных психологов, у меня есть еще и бесплатный психолог, это мой блокнотик и ручка. И когда какая-то ситуация, я чувствую, начинается на шарманке, знаете, вот так прокручиваться, я беру свой блокнотик, я беру ручку и начинаю эту ситуацию записывать. Я ее просто записываю так, как она есть сначала. Я не пытаюсь анализировать, там, урок понять. Я просто ее записываю, просто выгрузить из головы эту ситуацию, это очень-очень важно. И уже потом, выписывая ситуацию, конечно, уже становится есть-нет. И уже дальше пишешь, что-то вспоминается, какая-то травма вспоминается, что-то можно поработать заодно. И потом начинаешь понимать причинно-следственные связи, то есть почему то происходит, почему то происходит. И из понимания этих причинно-следственных связей совершенно очевидно наступает внутреннее спокойствие. И ситуацию ты раз-раз-раз разложил по полочкам, и даже ещё не решив ситуацию, наступает ясность. Представьте себе, то есть решать ситуацию, это потом уже будут шаги какие-то мы будем делать. Но иногда, знаете, как Фрейд говорил, назови монстра, и он уйдёт. То есть назови проблему, и это уже 50% решение. То есть когда у нас просто такое тревожное состояние, и часто ты ещё больше тревожишься просто потому, что не знаешь, почему же тебе так плохо. Ну ты знаешь, что там в отношениях что-то колбасит, или в деньгах что-то колбасит, или в реализации, или ещё где-то колбасит, но ты не поймёшь, почему. И как только ты понимаешь, почему, а, вот это потому, что это, да, вот уже это 50% решение, это уже на 50% повышает состояние ясности. Соответственно, когда уже более высокий уровень проработанности есть, когда ты ещё и прокладываешь путь решения этой задачи, соответственно, уже от самого плана, да, то есть мы навели ясность, мы план создали. Вот что мне нужно делать? Это, это, это и это. Вот это вот я решила. И вот когда человек приходит к этому состоянию, я решила, я поняла, я поняла, что со мной происходит, я решила, что я буду делать, наступает ясность. То есть ещё даже не изменилась ситуация, даже ещё ничего не произошло. Грубо говоря, ситуация осталась такой же, а ясность уже наступила, и хорошее настроение уже тоже пришло. Поэтому, Катюша, благодарю тебя очень за вот эту идею, джурналинг, супер. Вот дальше Оля говорит, классическая музыка, и это тоже супер, благодарю тебя. Да, классическая музыка, именно классическая музыка, она более всего наделена вот этой способностью структурировать наше сознание и наводить ясность. Не зря, кстати, в домах для душевнобольных ставят, ну, в хороших домах ставится классическая музыка, потому что она структурирует сознание. Сама по себе музыка, просто даже занятие музыкой для себя. Это тоже структурирует сознание, развивает оба полушария, синхронизирует, и, соответственно, синхронизация обоих, либо обеих как-то полушарий, приводит к ясности, потому что мы сейчас к этому ещё дойдём, да, что может синхронизировать оба полушария. Это как раз и является тоже ключом к гениальности. Но гениальность — это вот это и есть состояние ясности, когда в этом состоянии мы способны улавливать гениальные идеи, способны находить какие-то очень неординарные, лёгкие решения. А иногда оно приходит не как решение, не как идея, а просто как жизненное событие. То есть когда мы доходим до состояния ясности, к нам приходят возможности. То есть мы даже, может, идеи мы не сгонилили, но к нам сами приходят какие-то ответы, и сами приходят возможности решить наши жизненные ситуации. Ну, помним, да, там тоже рассказывала эти все свои истории жизненные. Например, когда я начала изучать вот эту всю духовность, психологию, ну, пока такую практическую психологию, не классическую, это уже потом я образование получала профессионально. Вот тогда вот начиталась Зеланда, Свеша, и поймала уже себя определённая осознанность, ясность в голове появилась, поймала себя на мысли, когда смотрю на самолёты, что я, где я и где самолёт, я никогда не буду летать, потому что это не обо мне, потому что это другой, ну, вообще другой образ жизни. И вот у меня было такое убеждение, что я не смогу так жить, чтобы летать на самолётах. Но я уже тогда начиталась, ну, у меня уже была ясность, я уже поймала эту мысль за хвост, и сказала, почему нет. И я вот навела свою ясность каким образом. У меня была идея, выручалочка такая. Я не знаю как, я просто доверяюсь Вселенной, что это может произойти. Я просто доверяюсь жизни. Если бы я начала думать, как мне это сделать, как мне это сделать, вот я хочу полететь на самолёте, я решила, что я теперь, раз я подумала об этом, значит, я этого хочу, значит, я могу, всё, давайте думать. Я поняла, что в моём случае это не сработает. Вот я вчера как раз видео посмотрела там о визионерах. Вот я стопроцентный визионер, это вот когда что-то у тебя сбрело в голову, оно как-то всё само и сложилось. Вот, вот у меня так оно в жизни происходит. Я вот так решила, я убрала все эти мысли, всё из головы убрала и пришла к вот этому ясности, то, что я хочу полететь на самолёте, и мне всё равно, как это должно произойти. Пусть это произойдёт самым божественным образом, лёгким и естественным для меня. Я через месяц уже сидела в самолёте. Я же говорю, иногда это приходит не как идея, а приходит как какая-то возможность и какое-то жизненное событие, которое уже реализовывает наше желание или делает, ну, может, это не наше желание, просто какие-то приятные события начинают происходить в жизни. Отлично, значит, давайте ещё раз собираем эту копилочку, что нам позволяет создавать ясность. Во-первых, Таня Шахбандер, консультация с Таней Шахбандер. Второе, это джурнлинг, записывание, ну, введение своего дневника эмоционального, да, ну, не обязательно эмоционального, просто дневника записывать туда. Кому-то нужны эмоции записывать, кому-то события, кому-то там, ну, неважно, что-то записывать, вот и выгружать это из головы. Классическая музыка, супер рекомендация. Я вам просто буду напоминать, вы, конечно, об этом знаете всё. Медитации. Медитации. Медитации — это то, что помогает успокоить ум, успокоить эмоции, заострить фокус внимания. И в этом фокусе внимания, в этой ясности мы начинаем чётко понимать, что нам нужно делать. Поэтому медитации — это один из главных инструментов, которые бесплатные снова-таки. Вы просто садитесь дома и делайте. Можно делать, конечно, на правильной медитации, а можно делать медитации, как это классически, там, просто следить за своим дыханием. Вариаций медитации огромное количество, есть тета-медитации. Как для меня, это разновидность медитации, это анулома-велома. Снова-таки напоминаю, потому что все уши вам однозначно уже прожужжало этой дыхательной практикой, но по-прежнему я считаю её невероятно сильным инструментом, потому что это и есть медитация, но это медитация, в которой вы не теряете фокус внимания, потому что вам нужно фокусироваться на дыхании. Вот вы вдох делаете, вот вы делаете задержку, вот вы выдох делаете, вот вы вдох, задержку, выдох, когда уже с этим становится легко, а плюс я ещё делаю это по секундомеру, то есть что-то определённый счёт, то есть у вас нет возможности вот этой обезьянки в голове скакать с мыслями, ну сложно, во всяком случае, потому что приходится постоянно фокусироваться на вот таких вещах, на дыхании, когда это становится просто, вот ещё там дополнительно, это вот когда в своём воображении со вдоха мы поднимаем сферу сознания энергетическую вверх по нашему каналу, на задержке дыхания он там наверху, заряжаются квантовые энергии Творца, и на выдохе эта сфера опускается по нашему каналу вниз, и уже таким образом у нас полностью фокус внимания вот в этом всём находится, и в этот момент тоже приходит ясность, и я тоже вам говорила, что время от времени я держу возле себя блокнотик, потому что начинают приходить какие-то идеи гениальные, ну или просто идеи, понимание, что надо сделать, как надо сделать, то есть начинают вот приходить, это я, чтобы не крутить на шарманке эту мысль, страх её забыть, ну пока что так, я её записываю, продолжаю свою дыхательную практику, вот поэтому для меня это и медитация, и практика, вот, ну кроме того, это молитвы, я вам уже говорила, что я пользуюсь этим инструментом тоже, и это не обязательно, если вы верующий человек и придерживаетесь определённой религиозной конфессии, то шикарно использовать именно молитвы именно этой конфессии, потому что они вам будут ложиться там на душу, если вы не придерживаетесь ни одной конфессии, ну или наоборот, как и я, верите, что все конфессии, что любая религия, это путь к Богу, просто у разных народов, у разных культур, разные там исторические, природные, географические были условия, благодаря чему та или иная религия оказалась более подходящей и отзывающейся, скажем так, но все религии, они все об одном, они все о том, чтобы прийти к этой ясности, согласитесь, ясности, в которой мы открываем свою любовь, то есть все говорят, что Бог — это любовь, любая религия, если мы посмотрим сам корень, это то, что Бог — это любовь, наша задача — прийти к состоянию божественности, к состоянию нирваны, к состоянию Бога, вот это освобождение, вот это всё, всё об одном, о том, чтобы прийти к состоянию любви, а любовь, доступая, вспоминаем, шкалу эмоциональных тонов, состояние ясности, И поэтому молитва — это ещё один из способов наводить ясность. Это как медитация, только в медитации вам нужно фокус держать, например, на дыхании. А молитва — это слова, это ключи, слова, которые тоже определённые наши кнопочки в подсознании нажимают, которые структурируют наше сознание и удерживают наш фокус внимания, чтобы он не прыгал, куда ему не надо прыгать. И повторюсь, есть молитвы нерелигиозные. Я вам давала на одном из сферов молитвы Джозефа Мерфи. Я вам говорила, что я уже сама создала свою молитву на основе «Отче наш». Взяла её за основу. Кому-то, может, понравится молитва Анастасии из книги «Мегра и звенящие кедры». Мне очень нравится. Она очень такая лёгкая, в неё такая энергия, очень лёгкая энергия. Знаете, ещё один вариант. Спасибо тебе тоже за уборку дома. Да, мы говорили о том, что ясность бывает у нас на разных уровнях. Конечно, источники ясности — это всегда наше сознание, наша голова. Поэтому с неё начинать логично. Можно начинать из других. Когда мы говорим о медитации, есть какие-то энергетические практики. Это же больше вот тут, но оно и проясняет ум, соответственно, тоже. И вот уборка дома. Совершенно верно. Когда мы наводим порядок вокруг себя, у нас и сознание структурируется. Поэтому я такая хожу всех домашних своих третирую, потому что мои домашние вообще, знаете, вот это просто проявление принципа энтропии, что хаос наступает сам. Мы говорим, что-то где-то бросить, вот там положить вот так. И только Таня ходит, знаете, сама убирает и всех заставляет, чтобы всё на места было, всё положить по полочкам. В общем, да. Но порядок в доме, просто сам факт наведения порядка в доме или там складывания белья — это наведение порядка в голове. То есть это, можно сказать, практика такая, замечательная практика, которую мы можем делать. Вот бельё не просто там поскладывать, а вот именно, вот как Флэй Леди, кто увлекался Флэй Леди, или магическая уборка Канмари, кто читал книгу, вообще замечательная книга, тот знает, что можно как-то красивенько всё складывать, да, там или в рурочки, или как-то вот, ну, в общем, и всё так выкладывать, чтобы… и вот ты выкладываешь, и уже сам процесс такой раз-раз-раз мысли структурирует. И самое интересное, это правда работает как медитация, потому что во время вот этого складывания мы же ничего не делаем, да? Ну, я иногда вот смотрю своего Махадева сериальчик, свой любимый, ну, можно так сказать, структурирую своё сознание об этот сериал. А иногда ты делаешь это сам, и всё равно же происходят какие-то… ты упорядочиваешь, и одновременно это как медитация получается, и тоже проясняется сознание, и начинают приходить какие-то идеи, ты что-то обдумываешь, но это как коуч-сессия, только сам с собой. Медитация нужна каждый день, пусть это будет одноминутная медитация, но это, конечно, лучше, если 5-10 минут медитации. Но люди, которые достигают очень высокого уровня, это люди, которые медитируют не меньше часа, а некоторые по 3 часа в день. Вот не помню, какой-то очень суперизвестный человек сказал, что у меня сегодня будет очень занятый день, поэтому мне надо минимум 3 часа медитации, чтобы всё успеть, да? Нам кажется, что нам не хватает времени на медитацию, но не помедитировав, не наведя ясность в своей голове, мы потом в этом хаосе жизненном совершаем много лишних движений, много вот этого ИБД, в котором мы непродуктивны сами для себя и для мира. Поэтому вот великие люди, они садятся в медитацию, и в этой медитации они так успокаивают своё сознание, так структурировывают, так наводят такую ясность в своей душе, что после этого они не делают ничего лишнего, делают только то, что действительно важно, нужно по существу для себя, своего истинного пути и для мира. Медитация, ну, все, возьмите любого успешного человека, такого гармонично успешного, не то, что у которого там много денег, но у него здоровье не в порядке, там отношения, а вот действительно успешные люди, они все без исключения медитируют. Когда мы медитируем, у нас альфа-состояние, или вот перед засыпанием, после просыпания, вот такое спокойное состояние, это исцеляющее состояние, в котором исцеляется наше тело, но ещё более исцеляющие волны, это тета-волны, вот тета-хилинг, я думаю, что все уже слышали об этом, но не только тета-хилинг, рейки, тета-хилинг и духовная интеграционика есть, и квантовое исцеление, это всё об одном, это об умении переводить мозг на тета-волны, ну, то есть можно на альфа, но чем глубже мы переходим, тем, соответственно, более глубокие идут трансформации внутренние нашего сознания, нашего исцеления, нашего тела, вот, иногда можно за ночь сна не так сильно восстановиться, как за 15 минут тета-медитации, происходит такое восстановление, вот, в котором начинает весь организм работать, функционировать намного лучше. Я просто тут упомянула молитву Анастасии из книги Мегрея, «Пинящие кедры», мне молитва эта нравится, я её редко использую, я в основном свою использую, но иногда мне прямо вдохновляет, и я её тоже читаю, потому что она очень такая лёгкая и радостная. У меня есть, кстати, кому надо, я уже давала, у меня есть сборник молитв. Я прям собрала всякие разные молитвы, молитва за мужа, и молитва Джозефа Мёрфи, это коротенькая, которую я ему уже давала, и большая, и свою я там написала. Отец наш, существующий везде, за жизнь и свет тебе спасибо, за яв спасибо Царства Твоего, за волю любящую, быть добру, за пищу каждодневное Тебе спасибо и за Твоё терпение, и за прощение при грешении на Твоей земле. Отец наш, существующий везде, я дочь Твоя среди Твоих творений, не допущу греха и слабости в себе, стану достойной я Твоих свершений. Отец наш, существующий везде, я дочь Твоя для радости Тебе, Твою собою слабо приумножу, грядущие века все будут жить в Твоей мечте, и будет так, я так хочу, я дочь Твоя, Отец наш, существующий везде. Такая молитва, скажите, она такая девочкина, во-первых, что дочь, и ты прям чувствуешь, что да, я дочь Твоя, вот ты творец. И вы знаете, когда я начала читать эту, ну, когда я прочитала эту книгу Анастасии, мне так понравилась эта молитва, начала её читать. Меня сначала так смущала вот эта фраза, что не допущу греха и слабости в себе. И я думала, ну, я-то допускаю, ну, не то, что там прям грешница какая-то, ну, я там, например, слабости допускаю, там, сладкое кушать или ещё что-то. Но когда я начала регулярно читать, я реально перестала есть сладкое, ну, перестали какие-то у меня там мысли одолевать, какие-то они хорошие. И я такая, так интересно работает, просто проговариваю фразу, что не допускаю слабости, не допущу греха и слабости в себе, стану достойной я Твоих свершений. То есть достойная Тебя, Творец, да? Я дочь Твоя для радости Тебе. Вот это вообще фраза замечательная. Я дочь Твоя для радости Тебе. Твою собой славу приумножу. То есть вот, что я буду проводником Твоей божественной радости и Твоей божественной воли. Шикарная молитва. Кто хочет, в комментариях нужна какая-то запись эфира, пожалуйста. Обращайтесь, я вам вышлю документы, это вот вам на e-mail вышлю. Вообще со всеми моими молитвами я собрала такую сокровищницу. Мы достаем карту Ангела. Вы, наверное, заметили, каждый раз, когда я достаю карту, я закрываю глаза. Это я как раз в это состояние вхожу, чтобы в этом состоянии достать именно ту карту, которая нам сейчас в поле больше всего нужна. Вижу, ваше спасибо. Я бы хотела файл с молитвами. Это уже, пожалуйста, к сохраненному эфиру напишите вашу заявку на файл с молитвами. Итак, сегодня какая у нас карта? Шикарная. Воспринимайте только любовь. Смотрите. И я считаю, что снова эта карта отражает тему нашего эфира. У нас каждая карта как-то соединена и очень или продолжает, или отражает содержание эфира. Я считаю, что это тоже отражает, потому что мы сегодня говорили о том, что когда у нас наступает состояние ясности, в этом состоянии мы находимся на очень высоких вибрациях души, мы открываем свою истинную любовь. Не та любовь, которая... Чувство собственности — это моё, не та любовь, которая зависимость, не та любовь, которая желание быть хорошим, а истинная божественная любовь, просветлённая вот от той, которой говорил там Иисус, и все просветлённые Личности человечества. Вот эта любовь, она достигается в чистоте сознания, в ясности. Давайте прочитаю. Короткое описание, а длинное описание уже в сторис. Смотрите. Не обращайте внимания на ошибки, промахи и недоразумения. Это вот убрать вот эту энтропию, да? А, мнительность, а вот я сделала, он сказал, я сказала. Вот это убрать, вот это вот... Надо было, не надо было, может, это... Вот эту вот энтропию убираем. Вот нам карта об этом и говорит. Не обращайте внимания. Всё, ушло. Сделали и сделали. Не обращайте внимания на ошибки, на промахи и недоразумения. Учитесь в каждом человеке, не только в своих ошибках, но и в других тоже. Учитесь в каждом человеке, включая себя самого, видеть только любовь. Ваша сосредоточенность на этом прекрасном чувстве, которое лежит в основе всех ситуаций, содержит в себе невероятную целительную силу. Ещё раз. Ваша сосредоточенность. Мы помните, сегодня говорили о фокусе внимания, о том, что энтропия — это отсутствие фокуса, а ясность — это высокий фокус внимания. И мы говорили о том, что важно направлять свой фокус внимания на что-то. Он не может быть фокус просто. Фокус на чём-то обычно. Мы, когда медитируем, мы фокусируемся или на дыхании, или на третьем глазе, или мы огонь-свечку зажигаем, или мы точку на стене рисуем. На чём-то мы обычно фокусируемся. И мы говорили о кучке собачки или о розе, о чём, на что мы фокусируемся, на том мы, На этом прекрасном чувстве, то есть на чувстве любви, которое лежит в основе всех ситуаций, содержит в себе невероятную целительную силу. То есть именно любовь исцеляет, и это не метафора, это действительно так. Потому что когда мы находимся в состоянии тета, в состоянии ясности сознания, мы как раз входим в это состояние любви, которое исцеляет наше тело просто на клеточном уровне. Как всегда для меня супер карта. Да, да, спасибо за вашу реакцию. Огонёчки, ручки, спасибо, спасибо.